Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать! Сегодня мы с вами поговорим о интересной такой теме, как редактирование видео в Windows 10 встроенными средствами. Я покажу вам такой инструмент, который здесь встроен, то есть не нужно ничего дополнительного устанавливать. Посмотрим, как он работает, что с ним можно сделать, насколько это удобно и продуктивно получается в итоге. Вот этот инструмент называется «Фотографии» или «Фото» в английской версии. В нем есть вот такой пункт «Новое видео», то есть опции для редактирования видео. Давайте запустим, посмотрим, что тут. Новый видеопроект. Ну что же, создадим новый видеопроект. Назовем «Новое видео», хорошо. Явно видно монтажный стол вот здесь вот есть. Есть экран просмотра, ну и есть библиотека. Давайте с этого компьютера добавим видео. Где у нас тут видео есть? У нас тут где-то есть оно. Вот. Вот есть несколько видеороликов, которые скачаны были. Давайте вот этот возьмем. Удержим Ctrl и вот этот. И откроем. Идет добавление файлов. Не очень-то быстро, но добавилось. Вот у нас есть два видеоролика, которые можно поместить в раскадровку, если выбрать вот здесь галочку и нажать и поместить в раскадровку. Можно так сделать. Попробуем. Раз, поместились. Можно их отсюда удалить. Удалить из раскадровки. Это я зачем это сделал? Чтобы показать, что можно просто вот так вот перетаскивать. Можно перетащить раз, перетащить два. Какая у нас задача с вами? Мы хотим подрезать какой-нибудь ролик. Ну и потом склеить это все в единый фильм. Может быть наложить какой-то текст, музыку, как обычно мы делаем. В нашем каком-то домашнем видео. Итак, вот у нас есть вот такой вот фрагмент. Очень интересно, что же с ним можно сделать. Вот, например, я хочу его обрезать. Обрезать нажимаем. О, появляется вот такой вот интерфейс обрезки. Можно вот здесь вот укоротить, да? Не очень шустро все двигается. Ноутбук не новый, но довольно мощный. Странно. Так, можно предпросмотр включить. Все играет. Ну, давайте остановимся вот на этом. Только я не понимаю, а как же вот разрезать посередине-то? То, что такого, пункта нет? Нажмем готово. А, вот есть пункт разделить. Нажмем пункт разделить. Тогда, видимо, появляется вот такой движочек, который позволяет разрезать 2 на 2 вот этот клип. Вот это клип 1, клип 2. Ну, давайте разрежем вот здесь вот. Готово. Что получится из этого? О, вот появился один клип и второй клип. 16 секунд и 30 секунд. Прекрасно. Прекрасно. Давайте посмотрим, что же еще можно. Тут есть вот пункт текст. Что может текст? Давайте что-нибудь такое назовем здесь. Ну, выберем такой стиль. Или такой. Непонятно. Нужно, наверное, сначала ввести текст. Какой-то текст. Мой фильм. Мой фильм. Если стиль поменять. О, вот так вот меняется. Еще можно поменять. Еще. Мне, на самом деле, вот сентиментальный больше понравился. Оставим так. Здесь можно его, видите, перемещать по экрану, где будет эта надпись в середине или где-то. Притормаживает как-то вот эти вот надписи. Может быть, так и надо. Здесь можно длительность менять этого титра, так сказать, появление его. Или вообще перемещать, где он вообще появится. Давайте сделаем чуть-чуть так. Посмотрим, как это будет. Ну, запустили. О, появился. Прикольно. И тут он исчез. Хорошо. Готово. Вот так у нас будет начало. Уже можно, наверное, посмотреть, как это. Пока что-то ничего не видно. Так, вот сюда. Здесь должен появиться мой фильм. Вот, появляется. Отлично. Давайте посмотрим, что еще можно сделать. Текст мы посмотрели. Что такое движение. Давайте на этом фрагменте посмотрим, что такое движение. Движение, это, видимо, фокусировка, увеличение каких-либо фрагментов. Вот, еле-еле заметно. В общем, фокусируется в какие-то другие фрагменты, участки экрана. Непонятно, что это такое. Может быть, это типа как анимация такая. Наверное. Ну, как притормаживает. О, как нехорошо-то. Ладно, нажали, готово. Что дальше? Есть еще 3D-эффекты. Давайте вот на этой волне посмотрим 3D-эффекты. Нажимаем 3D-эффекты. Подготовка. Неужели скачивает? Вот тут есть взрыв, бабочки, аврора. Какая-то. Нет, аврора не хочу. Я хочу обратно в эффекты. Э, э. 3D-эффекты. О, как все не шустро-то. Хочу вот взрыв. Вот взрыв. Ну-ка проверим, как это. Пух, пипа бахнуло как. Так. Взрыв, значит. Ну что, можно взрыв куда-то перемещать, вращать его тут. Непонятно, что это все вообще, зачем это все значит, что это. Посмотрим еще раз. Посмотрим, говорю еще раз. Так. О, взрываю я серферов. Готово. Оставим взрыв здесь. Соответственно, тут есть еще две другие кнопочки. Фильтры. Это можно, видимо, назначить. Ну, сменить немножечко цвета. Цветовую гамму. Фильтр наложить. Все как обычно. Давайте применим вот этот айсберг. И есть еще скорость. Ну, скорость это ускорение замедления клипа. Такая простяцкая здесь скорость. В общем, не будем трогать. Потом можно что-нибудь испортить. Еще вот есть удалить или показать черные полосы и повернуть. Поворот видео это очень полезная вещь, как мы знаем. Особенно, если вы неудачно, ваш телефон отработал, вы снимали там горизонтально, а получилось вертикально. Ну, вот удалить черные полосы это классная штука, да? Раз, нажали, удалить черные полосы. Удалили черные полосы. И у этого, да, фрагмента тоже тогда. Удалить черные полосы. Как он, интересно, их определяет сам, что ли? А здесь удалить черные полосы. Ну, ничего не произошло, хотя тут вроде по краям что-то есть. Соответственно, можно поворачивать видео, и оно поворачивается. И что-то тут еще удалить все. Нет, удалить все не надо нам. Что обычно мы еще делаем? Мы хотим наложить фоновую музыку. Вот здесь такой есть пункт, фоновая музыка. И какая-то здесь музыка есть встроенная. Которая мне не сильно нравится. Здесь какая-то оттадная вечеринка. Тут есть синхронизировать видео с ритмом музыки. Вот это интересно, как работает. Не знаю даже. Я вот хочу, на самом деле, свою музыку. Видимо, это называется пользовательский звук. Вот. Для этого нужно добавить файл. Только не надо мне на вот этот клип. Мы с самого начала хотим польский звук. Добавить файл. У меня вот музыки. Тут есть какие-то... Copyright free музыка какая-то есть. Давайте вот это попробуем открыть файл. Проиграем его. Да, играет. Играет вполне. Давайте оставим его тут. Окей. Ну что, вот мы сделали, значит, подрезали видеоролик. Добавили к нему еще один. Склеили, если нужно склеить. Вот этот вот, например, второй нам не нравится. Мы можем его отсюда удалить. Вот. Получилось у нас два. Один и второй. Ну и теперь можно что? Сохранить, наверное, видео. Завершить видео. Тут есть какие-то резервные копии и все остальное. Завершить видео, это значит, видимо, его сохранить. Вот. Есть вариант 720, 540, 1080. Есть вариант использовать кодирование с аппаратным скорением. Да, это правильно. Давайте нажмем экспортировать. Посмотрим, сколько это займет. У нас всего-то тут полминуты. Нажали. Давайте назовем новое видео 2. Экспортировать. Идет экспорт. Ноутбук Lenovo. Ultrabook X X240. А, 250. В описании к этому видео будут ссылочки на статьи. Итак, у нас вроде видео отработало без ошибок. И даже программа не рухнула. Это бывает. Очень странно. Давайте закроем. Посмотрим. Что получилось. Я не слышу никакого звука. Потому что, наверное, выключен звук. Да. Ох, как-то мне серфер взорвал. Ну, видите, вроде бы все вот так отработало. В целом. Можно тут какие-то проблемы еще исправить. Что это такое, интересно. Ну, в общем, короче говоря, нам не надо. Вот так вот работает программа. Еще раз напомню вам. Находится вот здесь вот. Называется фотографии. Если не находите, то просто наберите вот здесь вот фото. Вот. И оно появится. В нем есть пункт видео. И можно его использовать для такого вот простого монтажа. Такой вот встроенный инструмент Windows 10, называющийся фотографии. Мы посмотрели. Спасибо вам, что подписаны на мой канал. Сделайте это. Если не сделали, подпишитесь. Поделитесь с друзьями. Всего доброго. До свидания.